Понимаю, там, ну опять же, говорить США, опять же, говорить за всех. Но вот мне не нравится вот это вот, США приняли, говорите тогда, Конгресс ли, или кто там предложил, Конгресс это принял. Это какая-то маленькая кучка детей, которые завязаны с бизнесом, с финансами и так далее. Я, ну, даже при всех их якобы благородных вещах, которые они говорят, что вот надо поддержать новую демократию, новую Украину, понятно, что Украине бесплатно это оружие никто не даст. Все равно это деньги. Кто за эти деньги, кто будет платить за это оружие? Я не верю в доброго Сэма, который дает просто так вот оружие. Мы забываем о том, да, можно говорить косвенно о всяких вещах. Ради чего, почему? Ради объявления войны России, помериться, извиниться, пиписками друг с другом, там, или силой, да, или это, типа, вот, да, действительно у них благородное. Но кто будет платить за это оружие? Оружие это не 5 копеек, 10 копеек, там, рубль за спичный коробок заплатить. Это оружие, которое стоит немерено. Это первое то, на чем поднимаются многие корпорации, создающие вооружение. Кто будет отдавать? При этом ситуация очень прикольная получается, да? Я за этим, ну вот я добрый Сэм, даю оружие, понимаю, что мне это деньги. Мне, у них и так денег нет, они не могут ни за газ, ни за свет заплатить, зарплату урезали и так далее. Кто будет платить? Народ будет платить. Этот, я, представляете, я покупаю оружие у другого какого-то человека, отдаю последние крохи, чтобы друг другу убивать. Родных людей. Да, пускай они не, ну там, определенный момент, как это, не согласны, допустим, с той страной. Ну извините. Ну да, вот они не согласны. Вместо того, чтобы договариваться или как-то понимать, пускай даже там, я не знаю, как говорят, это пророссийское, это все сделано специально и так далее. Там вот договаривайтесь с людьми. Первым делом, что Порошенко делает, это посылает туда войска, и говорит, задавите их нафиг всех, убивайте. Это что, диалог? Это не диалог, это неправильно. И эти поддерживают, как будто все, не, всегда за убийствами, за оружием всегда есть большой бизнес, который заработает большие бабки, который получает большие откаты. Это явно не тот дядя Петя, который живет там, я не знаю, в Харькове там или еще где-то, который идет в ополчении, да, и которому ногу кому-то там отваливает или что-то. Какими бы идеями светлыми он не был, крутит бизнес, который торгует этим оружием. Надо сдавать, ну, благородно. Не верю я в это благородство. Под всем этим благородством всегда зарабатывание денег. И чем быстрее это люди поймут, тем они не будут реагировать на все эти политические, вот как мы, был вопрос, вы их задавали, про пропаганду. Вот она пропаганда. Пропаганда, что такое пропаганда? Это людей увести от истинного, истинного, что действительно происходит. Потому что если истина откроется, то народ просто так не пойдет. Он скажет, зачем я буду убивать друг друга, зачем я такой дурак-мудак, иду туда делать это. Кто пострадает, прежде всего? И будут силой заставлять вас. Будут еще тысячи, будут расчлененные дети, будут расчлененные мамы, беременные женщины и так далее. Лишь бы вас отвернуть от того, чтобы вы не поняли, что вам продают оружие, чтобы вы друг друга убивали. И вы же за это платите. Бред. Нельзя так.